С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Партия «Единая Россия» официально вступила в год выборов депутатов Государственной Думы. В субботу на столичной ВДНХ завершилась первая часть 15-го съезда, на котором был дан старт формированию предвыборной программы единороссов. Основные ее положения представил председатель «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев, предложивший однопартийцам следовать в русле правительства, продолжающего бороться с экономическими вызовами. У нас есть все, чтобы победить. «Мы с вами преодолели кризис 2008-2011 годов, и мы знаем, что делать». Этими словами Дмитрий Медведев открыл партийный съезд. Опираясь на опыт прошлого, партия может строить планы на будущее. «Для «Единой России» принципиально важно победить именно сейчас. Не во времена отчетов об успехах, подъема на нефти, а в период испытаний и трудных решений». Самый живой интерес у делегатов вызвала площадка, где говорили о подготовке к проведению предварительного голосования. Оно намечено на 22 мая. У желающих принять участие в праймерис будет два месяца – с 15 февраля по 10 апреля для подачи соответствующей заявки. «Касаясь внутренней жизни партии и подготовки к предстоящим выборам Государственной Думы Российской Федерации, хочется подчеркнуть, что очень серьезно говорилось о необходимости полной прозрачности следующих предстоящих нам выборов, и в том числе полной прозрачности и ответственности по проведению предварительного партийного голосования. Обращалось внимание на то, что легко быть лидером в стране, которая имеет хороший бюджетный префицит, которая успешно развивается, и сложнее быть лидером в стране, которая испытывает сильное давление по многим направлениям. И поэтому здесь мы должны четко понимать, что мы можем победить только с опорой на все слои населения». Председатель партии предостерег своих коллег. В полупредвыборной борьбы нужно воздерживаться от необоснованных обещаний. А избирателям он посоветовал не верить тем, кто будет обвинять правительство и партию в сокращении расходов. Правительство никак не может оставить на потом заботу о людях, особенно когда от такой поддержки зависят целые категории граждан, отметил Дмитрий Медведев. Поэтому с 1 февраля на 7% проиндексированы размеры социальных выплат, ряд пособий на детей. Также на 4% повышены страховые пенсии всем пенсионерам, кроме работающих. Особое внимание Медведев призвал однопартийцев уделять и другим вопросам, от которых зависит благополучие людей, а это зарплата, работа и жилье. По части последнего премьер-министр поддержал предложение о продлении программы субсидирования ставок по ипотечному кредитованию. «Иногда на местах происходит непозволительное. Я сейчас имею в виду, прежде всего, задержки зарплат бюджетникам. Это и в коммерческом-то секторе недопустимо, а про государственные учреждения я даже не говорю. О каком доверии к власти в этом случае можно тогда рассуждать? Государство обязано при любых условиях платить заработную плату. Ни врачи, ни пенсионеры, ни студенты не должны просить своих денег, тем более на митингах и на улицах». Дмитрий Медведев озвучил лишь основные тезисы для предвыборной программы партии. Теперь предстоит масштабная работа по ее доработке. Причем предложения будут собирать с самых низов, из местных отделений партии. Партийцы из разных регионов тоже делились идеями. Например, было предложено разрешить тратить мат-капитал на сборы ребенка в школу, вернуть систему распределения выпускников учебных заведений. Недостатка в идеях не было, и часть из них, возможно, войдет в предвыборную программу, над которой еще предстоит поработать. В рамках дискуссионных площадок представителям региональных отделений партии выпала возможность задать вопросы местного значения. Так Виктор Кмить задал вопрос, который касается продолжения строительства трассы Нарин-Марусинск. В той ситуации экономической, в которой находится вся страна, в частности, Ненецкий автономный округ, безусловно, все наши усилия, прежде всего, и мониторинг мы направляем на изучение ситуации в округе, в стране, для того, чтобы прежде всего сохранить заработные платы, сохранить социальную поддержку отдельной категории граждан и сохранить развитие округа. Это очень непросто, и в этой связи, безусловно, на партию власти ложится очень серьезная ответственность, прежде всего, потому что те решения, которые приходится нынче принимать в этих непростых экономических условиях, эти решения очень непростые, очень болезненные. Для нашего округа этот съезд отмечен еще одним событием. Валентина Нагатысо, руководитель первичного отделения в Усть-Каре, избрана членом Генерального совета партии «Единая Россия» от Ненецкого округа.